всем привет добро пожаловать на мой канал и я продолжаю рассказывать и показывать как работать в программе electric quilt предыдущем видео я показала как создать эскиз лоскутного изделия в 8 мини версии а сегодня хочу показать как это сделать в пятой версии программы давайте начнем после запуска программы нам выдает стандартный макет изделия прежде чем начать проектирование необходимо определиться система измерения я шью в сантиметрах соответственно мне нужны сантиметры для того чтобы изменить систему измерения нужно нажать во вкладку файл в левом верхнем углу приложения далее найти вкладку preference это настройки и в настройках найти вкладку measurement и там установить ту систему измерения в которой вы работаете я работаю в сантиметрах соответственно устанавливают сантиметры и нажимаю ok программу установила систему измерения в сантиметрах далее нам нужно определиться установить то количество блоков которые мы хотим заходим в первую вкладку layout внизу слева программы есть в этой вкладке у нас есть возможность установить то количество блоков которые вы хотите в изделии уст также установить размер готового блока без учета припусков и если хотите можно добавить вот разделительные полосы как сейчас вот у меня на примере показано либо их убрать я не хочу разделительные полосы значит я их просто убираю размер блока у нас будет 12 на 12 сантиметров количество блоков у меня будет 5 на 5 5 по горизонтали и 5 по вертикали далее мы переходим во вкладку бордерс эта вкладка с добавлением бордюров то же самое как и 8 версии у нас всплывает окно который мы можем добавить нужное количество нам бордюров установить их вид тот вид который я хочу например 1 я хочу этот 2 у меня будет шиты по 45 градусов и третье у меня будет как обычный кант далее я устанавливаю ширину первого бордюра пример здесь я хочу по два сантиметра соответственно устанавливаю для первого бордюра у меня будет ширина 2 сантиметра для второго я хочу 8 сантиметров установить ткань у меня будет крупным рисунком соответственно я оставляю именно тот который мне надо вид бордюра и третий бордюр у меня будет один сантиметр это обычный кант следующий слой у нас идет им уже проектирование будущего изделия для того чтобы добавить блоки на этот проект нам точно также нужно будет использовать инструмент сеттул сеттул сейчас вот у меня всплывает окно в котором пока у меня не сохранено ни одного блока в скетчбуке то те блоки которые мы сохраняем в блокноте для того чтобы мне их сюда чтобы они у меня здесь появились нам нужно зайти в библиотеку блоков которые есть в данной программе либо создать блок который вы хотите сами давайте мы я покажу сначала как за добавить из библиотеки а потом покажу как можно создать новый блок для того чтобы зайти в библиотеку нажимаем library верхнем меню программы и здесь есть блок library библиотека блоков программа нам выдает вот такое окно в котором мы можем увидеть все блоки блоки которые есть в данной программе я ищу тот же блок который я использовала в восьмой версии и теперь чтобы сохранить этот блок в скетчбуке мы нажимаем выбираем тот блок который нам нужен и нажимаем копи это копирование так дальше мы идем классические аппликации здесь у меня был этот блок и этот блок все это те блоки которые у меня были предыдущей версии точно такое же одеяло закрываем и вот мы видим то что здесь сохранены три блока точно также внизу есть клавиши переключения какой блок мы хотим ставить на эскиз я выбираю все пустые блоки и пытаюсь вставить я нажимаю alt и у меня смотрите выдает здесь что невозможно вставить пустой блок на эскиз чтобы это убрать нам нужно перейти в файл preference здесь идет layout options и здесь нужно будет убрать вот эту галочку в первом слое дает возможность вставить блок без цвета нажимаем ok и теперь мы смотрите можем вставить блоки без цвета нужные нам блоки зажимаю alt и у меня все блоки вставляются в шахматном порядке сюда я вставляю эти блоки в центр я хочу эти блоки расположить но теперь наш эскиз нужно залить цветом мы определились цветовой гаммой цветовая гамма у нас будет синяя красная бежевая и зеленая чтобы раскрасить нам нужно взять paintbrush всплывает окно тех эскизов ткани которые есть сейчас на данный момент сохранены в скетчбуке какой-то набор есть стандартный он уйдет сразу в программе то есть базовые какие-то цвета и есть однотонная палитра цветов для того чтобы нам добавить сюда еще какие-то ткани мы открываем библиотеку тканей для этого нажимаем libraries библиотека тканей в библиотеке ткани у нас есть огромное количество тканей вы можете полистать посмотреть какие ткани есть туда же есть название производителей мода фабрик есть есть роберт кауфман но я предполагаю то что большинство этих тканей уже не производят для того чтобы сохранить нужный нам эскиз ткани мы нажимаем на тот ту ткань который нам понравилось и нажимаем копия он у нас сохраняется в палитре скетчбука это классические ткани тут очень много тканей поэтому можно полистать посмотреть что вообще здесь есть огромное количество тканей здесь есть не только ткани дальше какие-то есть тематические ткани геометрические все я сохранила все что мне нужно было теперь библиотеку я закрываю и можно пролистать пролистать если не обновилась просто перейдите на палитру цветов и обратно возвратитесь к принтам и здесь все ткани которые мне понравились все теперь мы начинаем раскрашивать с тем бордюром не будут такого цвета can тоже будет желтый всю палитру мы сделаем пусть у нас будет бежевый так сделаем залью с тем бежевым цветом фону ним при так что мне кант не нравится пусть будет так дальше лепесточки мы сделаем лепесточки мы сделаем сжимаем alt сами цветы у меня будут сердечки будут красные это тоже красное то мы сделаем тоже красное допустим вот эти цветы у меня будут желтые здесь я тоже добавлю желтый все собственно вот так мы раскрасили пусть будет такой так чтобы сохранить этот изи эскиз нам нужно сделать скриншот для этого нам нужно экспорт скриншот сделать здесь у нас видите лупа плюс мы берем опять лупу выделяем то что мы хотим сохранить но он предлагает нам сохранить копировать либо печатать мы нажимаем сохранить сохраняет у нас в формате битмэп битмэп до бмп в общем даем имя сохраняем и мы видим что у нас формате бмп этот эскиз есть открываем и перед нами есть эскиз еще в данной программе можно посмотреть количество ткани которая потребуется для этого изделия можно зайти в print файл print и тут нажать эту вкладку здесь всплывает окно где можно установить ширину ткани и ширину припуска у нас это 112 сантиметров и припуск у нас будет 0 7 сантиметра и дальше нажать просмотреть вот просмотр увеличу и программа показывает какое количество ткани используются в данном проекте и количеством деталей каждого цвета закрываем тоже закрываем вот такой проект у нас получился все на этом все поделитесь пожалуйста вашими впечатлениями все ли было понятно и ждите новое видео всем пока пока